10 ноября самому загадочному солисту группы «Иванушки Интернешнл» Игорю Сорину могло бы исполниться 50 лет. Но до седины морщин певец не дожил. Сорин ушел молодым. Ему было всего 28. 1 сентября 1998 года музыкант вышел покурить на балкон шестого этажа, чтобы больше уже не зайти. Игоря нашли на газоне у подъезда еще живым и даже в сознании. Ни увечий, ни крови, ни синяков. Он лежал и улыбался, глядя в небо, шептал, все будет хорошо. Потом были скорая, больницы, экстренная операция и слабая надежда от врачей. Если выживет, будет парализован. Вот как вспоминает те страшные события мать артиста Светлана Сорина. Меня постели в реанимацию, и я подвели к этой кровати, и я вижу совершенно спокойное лицо. Меня это потрясло. Я становилась просто в шоке. Он говорит, мам, поцелуй меня. Я его поцеловала, и я поняла, что это конец. Сорина не стало через три дня после падения, скончался от травм. А его близкие до сих пор мучаются догадками, что же случилось в тот роковой день. Дело о гибели музыканта так и не возбудили, не нашли оснований. В материалах милицейской проверки черным по белому вывели самоубийство. Казалось бы, все указывает именно на это. За полгода до смерти Сорин ушел из Иванушек на пике славы. В интервью признавался – перерос, устал быть марионеткой, петь и плясать под незатейливые хиты, в два притопа, три прихлопа. Вот что рассказывал об этом рыжий из Иванушек Андрей Григорьев-Аполлонов. Материала у него не было в том-то деле. У меня основные доводы были, Игорь, ну что там, стихи, да, понятно. Ну ты хотя бы напиши пару песен, хотя бы параллельно, там, я не знаю, спродюсируй свои же песни, то есть сделай конкретный продукт, сними клип какой-нибудь. Куда ты гонишь? Зачем уходить в никуда? Ну вот, знаете, переклинило его. Все, не хочу петь уже и песни. Но Сорин мечтал о сольной карьере, да и почему нет? Голос, запоминающийся, редкий тенор Альтина, стихи собственного сочинения. Но продюсеры, как один, ломили цену, требуя 70% дохода. Талантливый артист, ни акула шоу-бизнеса и ни торгаш, медленно угасал. Последняя любовь Сорина Александра Черникова лишь однажды рассказала об этом периоде телеведущему Дмитрию Шепелеву. В каком состоянии был Игорь, когда покинул группу Иванушки Интернешнл? Периодически в эфории, периодически в подавленном очень состоянии, это так. Он надеялся, что сразу произойдет нечто важное в жизни. А был период такого молчания, период затишья, что, собственно, и приводило его в состояние угнетенности. Главное доказательство суицида – предъявленное семье, найденная на балконе записка. Моим родным – маме, папе, Сашеньке. Все. Но как поэзии венец на свет рождается птенец. Летите. А еще факт из детства. Когда юному Игорьку на пробах отказали в роли Тома Сойера, он прыгнул со второго этажа. Для любого психиатра это звоночек, суицидальные наклонности. Но верить в это близкие отказываются. Почерк сына в записке родители так и не признали. По их словам, Игорь слишком любил жизнь и не думал о смерти даже в случае неудачи. В этом архивном интервью незадолго до гибели он уверяет, если сольный проект не выстрелит, он это переживет. Если не получится, то буду лесником где-нибудь в какой-нибудь заповеднике жить и общаться с животными. Так что же случилось? Одна из версий – наркотики. Якобы Игорь, увлекавшийся запрещенными веществами, съел грибов, галлюциногенов и перепутал дверь с окном. Друзья подозревали, что в квартире студии, где он записывал альбом, музыканты употребляли кокаин. И даже результаты экспертизы, которая не выявила в крови ссори на алкоголе и наркотических веществ, для сторонников этой версии звучат неубедительно. Да и продюсер Иванушек Игорь Матвиенко как-то обмолвился. Игоря сгубили запрещенные препараты. Но есть подозрение, что певец не сам шагнул в пропасть, а ему кто-то помог. Уж больно странно выглядел Сорин для упавшего с высоты. Никаких внешних травм, лишь перелом позвоночника. По одной из версий, Игорю свернули шею в квартире, а потом вынесли под окна, заметая следы преступления. В это верит и отец музыканта Владимир Райберг. Прежде чем совершить полет, 10 раз можно было одуматься. А вот как получилось так, что он лежит совершенно без ни пылинки, ни соринки, ни ушиба. Вот это, конечно, наводит на какие-то мысли. Голова свешивается с бордюра, как будто неслись чистыми руками, аккуратненько, как хрустальный сосуд. А вот догадки Андрея Григорьева-Аполлонова. Версия непредумышленного убийства. Ему, по-моему, в ходе какой-то суматохи или легкой заварушки в квартире свернули шею, вынесли на улицу, положили, вызвали милицию скорую, проплатили как следует. Прямо по-взрослому проплатили, потому что это не обычный был человек, а все-таки суперзвезда. И ретировались из страны. Потому что когда Игоря я навещал в больнице, приходил, когда он лежал, был в сознании еще, у него не было синяков. В седьмом этаже ты упадешь без синяков, ему просто свернули шею. Какой-то там каратист, чемпион, чего-то там, не знаю. В последние годы артисты действительно окружали темные личности. И не исключено, что гибель музыканта была местью сектантов. Незадолго до смерти Сорин увлекся тибетским учением рейки и даже прошел тайный обряд, получив диплом о присвоении звания в неких космических войсках. Сорин состоял в рядах влиятельной религиозной секты рейки Кадуцей, адепты которой якобы шантажировали музыканта и вымогали у него деньги. Тех, кто шел против, жестко наказывали. Другие уходили сами. Бывало, что после обрядов посвящения люди совершали самоубийство. Так или иначе, рассчитывать на наказание для виновных не приходится. Никто не будет ворошить старое дело. И даже в архивах материалы проверки за давностью лет уже не хранятся. Поэтому матери Игоря Сорина остается надеяться только на чудо. Может быть, придет время, и этот человек, который виновен, может быть, мне он все-таки заговорит совесть. Он придет ко мне, как к матери, и скажет, что я с этим грузом жить не могу. И вот я надеюсь, что, может быть, когда-нибудь это случится. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok